Лаосским летчикам прилетело Лаосским летчикам прилетело в страну по 150 Як-130 Газета коммерсант номер 6 от 16 января 2019 года Строение 3 Россия поставила в Лаос 4 учебно-боевых самолета Як-130 Как заявили в Минобороны и РФ, техника уже полностью оплачена По данным твердый знак, это только первая часть партии из 10 таких машин Общая стоимость закупки, по посчетам твердый знак Составляет порядка 300 миллионов долларов Ранее Лаос передал России 30 полностью исправных танков Т-34-85 За министра обороны Александр Фомин заявил твердый знак Что это безвозмездная передача техники, за которую Москва крайне признательна Вентьяну О том, что Лаос приобрел у России 4 учебно-боевых самолета Як-130 В Минобороны и РФ сообщили во вторник, подчеркнув, что техника уже поставлена В рамках контракта, подписанного в 2017 году, в Янтену на коммерческой основе поставлено 4 учебно-боевых самолета Як-130 Самолеты оплачены в полном объеме, заявили в военном ведомстве Там также отметили, что в Лаос одновременно поставляется бронетанковая и легкобронированная техника, а также другое вооружение российского производства Контракт был подписан 26 августа 2017 года главой российского правительства Дмитрием Медведевым и премьер-министром Лаоса Тханглуном Сесулитом в подмосковных горках 10 января 2019 года Интерфакс со ссылкой на источник сообщил о поставке Лаосу нескольких Як-130 В ФСВТС России тогда эту информацию не прокомментировали По данным Твердый Знак, речь идет о начале реализации более крупной поставки Как сообщил источник Твердый Знак, согласно обозначенному выше контракту, в Лаос будет поставлено 10 таких машин Ориентировочная стоимость за всю Як-130 составила порядка 300 миллионов долларов Лаос стал пятым иностранным получателем самолетов Як-130, производимых Иркутским авиационным заводом ПАУ Корпорация Иркут После Алжира – 16 машин, Бонгладеш – 16 машин, Мьянмы – 6 машин, и Белоруссии – 8 машин В начале января 2019 года Минобороны РФ сообщило, что Лаос передал России 30 танков Т-34-85 в полностью исправном состоянии До недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса Договоренности о возвращении танков Т-34-85 в Россию были достигнуты в январе 2018 года В ходе визита в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу В военном ведомстве подчеркивали, что это решение было принято Лаосом в знак признательности за многолетнее военное и военно-техническое сотрудничество Во многом способствовавшее защите суверенитета и укреплению обороноспособности ЛНДР А также понимая историческую значимость для нашей страны всего, что связано с победой в Великой Отечественной войне Эшелон с танками сейчас следует по Сибири Во вторник он был в Красноярске, а в среду должен прибыть в Новосибирск И направляется в Нарофа-Минск «Мы благодарны лаосским друзьям за этот безвозмездный, символичный и искренний жест», заявил твердый знак замглавы Минобороны Александр Фомин 20 января отмечается 70-е годовщина со дня образования Народной армии Лаоса Как сообщили в Российском оборонном ведомстве, в торжественных мероприятиях в Авенте они примет участие представительная российская военная делегация К этой дате также приурочено открытие в стране представительства Минобороны РФ Кроме того, в настоящее время в Лаосе работает отряд Международного противоминного центра ВС РФ Который оказывает содействие в разминировании территории Лаоса от неразорвавшихся американских бомб и боеприпасов Времен войны 1960-70 г.г. а также обучение лаосских саперов противоминному делу Напомним, что предыдущий контракт был подписан в рамках выставки В конце мая 2016 года, холдинг вертолета России и Минобороны Лаоса договорились о ремонте продукции военного назначения Согласно контракту, специалисты холдинга в течение года должны были провести ремонт четырех вертолетов, среди которых, два Ми-17-1В и два Ми-17 Александра Джорджевич